Вова, братишки, говорит такие слова, бля, типа, зрители не Коглая, бля, вы его смотрите, не смотрите меня, нахуй, вы ко мне пришли, я вас, бля, не уважаю, я вас не понимаю, как можно быть такими дебилами, ну, короче, начинает оскорблять моих зрителей, говорит, что они какие-то дебилы, что смотрят меня, просят их уйти, и меня это задело очень сильно, потому что, подожди, ладно, ты засираешь меня, да, там, за мои какие-то поступки, слова, действия, мы с тобой оба блогеры, и ты меня срешь, но ты срешь моего зрителя за то, что он меня смотрит, вот, для меня мой зритель, преданный зритель, это мой друг, реально, это мой друг, если ты срешь моего зрителя, то ты срешь моего друга, и мой зритель не может за себя постоять, когда, вот, какой-то блогер в интернете открывает на него рот и оскорбляет, вот, он не может за себя постоять, Не, может некоторые могут, но я отвечаю за своего зрителя, и я буду стоять за своего зрителя, и когда я увидел то, что Вова говорит про моих ребят, что они какие-то тупые, что они, блядь, что-то там не понимают, не видят, меня это обидело максимально. Я попытался ему позвонить сразу на телефон, дабы выяснить, а почему человек так говорит. Я звоню ему на телефон, он не берет трубку. Как оказалось, у Вовы стояла такая тема, что, типа, незаписанные в его контакты абоненты до него не доходят, он мне потом объяснил, а я думал, типа, он меня специально игнорирует, не берет трубку. Ну, я увидел, что человек не берет трубку, и я подумал, ну как так, ну как так, я хочу с тобой встретиться, я хочу с тобой поговорить. И запускает стрим, Синди КСГО запускает на своем Твич канале стрим, где она едет в машине с Жожа и едет в машине с Вовой. Я вижу этот стрим и думаю, джекпот, джекпот, вот они, два человека, которые про меня говорят гадости, с которыми я хочу встретиться, поговорить, но они никак не хотят со мной разговаривать. Я просто тупо посмотрел их стрим и приехал в кафешку, где они сидели, просто приехал в кафе, где они сидели и сказал им, ребят, поехали с вами, пообщаемся. Вот, ну, примерно так было, честно, я не могу просто говорить точь-точь, как было в точности, потому что, ну, и сам Серега, и сам Вова знают почему, поэтому я буду говорить поверхностно и немножко с пиздежом, но суть, я буду доносить самое главное суть. Я приехал к ним в кафешку, где они сидели и говорю им, ну, все, ребята, типа, здравствуйте, давайте мы с вами поговорим. Вова сначала очень не хотел разговаривать, Вова говорит, я не буду с тобой разговаривать, какие-то подобные фразы вкидывает, но в итоге он понял, что, ну, ну, нужно, ну, нужно встретиться, пообщаться, потому что воевать, хуйсосить друг друга всю жизнь, строить друг другу подлянки и вечно быть на острие ножа, это не дело, это, типа, ненормально. Вот он это понял, человек, видимо, подумал головой, и мы поехали с ними посидеть в заведение и поговорить там. Мы приезжаем в это заведение, блин, у вас, у многих наверняка вопросы, вы видели видео, сейчас донат пришел. Что означает встретимся в других обстоятельствах и т.д. Звучит как угроза, может стоит аккуратнее выбирать слова хотя бы для сохранения репутации. Это не угроза, это не угроза, угроза, в моем понимании, это нечто другое, когда я угрожаю расправой, насилием или что-то еще. Когда я говорю, встретимся в других обстоятельствах, это лишь значит то, что, ну, если ты не хочешь выходить со мной на контакт, видеться и отвечать за свои слова как мужчина, отвечать за оскорбление моей матери как мужчина, не хочешь выходить ко мне на контакт, мне лишь придется тратить время и самому, типа, тебя искать и выходить на контакт в одностороннем порядке. Вот и все, то есть, вы поняли. Но это не угроза, я ни в коем случае не собираюсь его трогать, бить, вообще. Лучший котик. Минус уважения к бустеру. Спасибо, я не собираюсь, типа, я лишь хочу, чтобы человек ответил за свои слова и извинился. Если, например, Слава, и вот я вам объясняю, если он считает, что он прав, если он считает, что он оскорбил мою мать шлюхой, и он прав, и он не будет за это извиняться, правда за ним, я ребенок, он красавчик, если он считает, то он должен за это стоять и отвечать как мужчина. Он должен стоять за свою позицию до конца, а не вкидывать и шкуриться, бегать от меня, не отвечать на звонки, не выходить на связь. То есть, мужчина, мужчины, они должны за свои слова быть в ответе. Мы, ну, так, так, так устроено в мире, что мы не можем просто балаболить своим языком воздух, и все, блядь, так, такого не должно быть, нахуй. Если что. Вот. Так вот, у многих из вас, кто видел видосы со вчерашней встречи, очень много вопросов про бородатых дядей, которые сидели, вот, вы их называете чеченцы, там сидели. Многие говорят, ты запугал Сережу и Вову чеченцами, ты их испугал, они тебя боятся, ты под угрозами заставил их извиниться. Ну, во-первых, они сразу же сами это опровергли, да, сразу же сами сделали пост от себя. А во-вторых, ну, не знаю, можно ли это говорить, я буду говорить очень аккуратно, но потому что зрители должны знать правду, как это было, хотя бы поверхностно, зрители должны знать, потому что все это было как-никак публично. Я заявлю так, вот те чеченцы, которые сидели, те люди с бородой, которые сидели напротив нас, я их не звал. Это не мои люди, они пришли не со мной, они пришли не от меня. Вот. Это не мои люди, никого я не пугал, они пришли не со мной, и после меня запустит Вова Братишкин, который это подтвердит, а после Вова Братишкина запустит Сергей, который это тоже подтвердит. Если что. То есть, тут вы поняли, да? Что никого я не звал, никак я их не запугивал, ничего плохого, никаких угроз в их адресе я не говорил. Может быть, когда мы только с ними начали диалог, у нас была какая-то конфликтная нота, типа, бля, я Серегу там не люблю. Может, у нас в начале диалога на эмоциях была конфликтная нота, но поговорив немного, мы пришли к тому, что это цирк, абсолютно ненужный цирк. Вот, я хочу сказать свою позицию, я хочу разъяснить свою позицию людям, миру, чтобы вы понимали. У меня есть идеология дружбы. Я хочу в мир толкать идеологию своей дружбы. Я хочу в мир толкать четкое понятие, что такое друг. Я вчера с Вовой, братишкин, долго по этому поводу философствовал. И вот, что я вам скажу, что я сказал Вове, и Вова был со мной не согласен, а теперь я хочу сказать это чату и послушать, быть может, мой чат, быть может, мои зрители будут со мной согласны. Я считаю так, если у тебя есть близкий друг, с которым ты вместе прошел через огонь, воду, вы вместе жили в бедности, вы вместе жили в богатстве, вы прошли через все, вы там 9 лет дружите, блядь, вот вы именно лучшие друзья. Если у тебя есть такой человек, то ты обязан стоять за него, быть на его стороне, а он обязан стоять за тебя и быть на твоей стороне. Вы обязаны друг друга поддерживать. Это и есть взаимосвязь между вами, которая называется дружба, лучшие друзья и прочее. И, например, если твой друг сделал что-то плохое, он не прав. Например, твой друг переспал с девушкой, у которой был муж. Представим такую ситуацию. Вот твой друг не прав, вот он не прав, зачем он это сделал. И вот, например, муж той девушки зовет твоего друга на разговор, на конфликт. Я считаю, ты как лучший друг, даже когда твой друг не прав, обязан пойти с ним и стоять за него. И либо вместе с ним принимать удар, либо разделять, либо... То есть нету такого в мире, как типа этот прав, этот не прав. Все делится на хорошее и плохое. И даже когда твой ближайший друг в чем-то не прав, ты должен за него стоять. Это и есть понимание дружбы в моих глазах. Вова с этим не согласен, но я думаю, что многие в чате с этим согласятся. Что вот это и называется взаимоотношения крепкие между людьми. Это и отличает слово друг от слова знакомый или приятель. В этом огромная разница есть. И я просто, когда вот у меня происходило дерьмо в жизни, да, Сережа ругался и прочее, я очень сильно эмоционировал, потому что я думал, что Сережа мой друг. Я ему говорил, ты друг, ты мой друг. В ответ я от него таких слов не слышал, потому что, ну, как я понял, я для него никогда не был другом. Но он для меня был другом. Вот это меня и потрясло, когда, ну, у нас всплывали какие-то конфликты и прочая хуйня. И поэтому я на эмоциях и говорил много гадостей. Вчера я перед Серегой извинился. У меня, кстати, есть в телефоне трехминутное видео. Так, донат. Привет, Коля, ты самый лучший. Спасибо. У меня в телефоне есть трехминутное видео, где я извиняюсь перед Сережей, Жожу, и где я извиняюсь перед Вовой и Братишкиным. И также на этом видео Вова и Братишкин извиняются передо мной, и Жожу ХФ извиняются передо мной. Если хотите, я могу прямо сейчас выложить это видео в Телеграм, но перед этим я спрошу у Сережи и Вовы, очевидно, хотят ли они, чтобы я выложил это видео, где мы просто, мы друг перед другом сидим, жмем руки и извиняемся. Прямо у меня записано на телефоне. Я сейчас просто спрошу, Вова, прям при вас спрошу. Вова, можно выложить видео в Телеграм, где мы перед друг другом извиняемся? Это как доказательство того, что, ну, типа, конфликта у нас был зарыт, и людям действительно жаль за их слова. А мне жаль за слова в адрес их, что любую, любую хуйню можно действительно наладить разговорами. Но есть такие темы, как, есть такие случаи, когда ты не можешь решить все словами. Сейчас я вам расскажу про эти случаи, про эту ситуацию. Только открою окно, потому что мне жарко. Во-первых, я бы хотел подметить ваше внимание на том, как стримеры сейчас все кричат о том, что Никоглай угрожает, Никоглай запугивает, его нужно посадить, его нужно забанить. Скоро Твич его забанит, его забанят за угрозы. Как они кричат, что я кому-то там угрожаю, наношу вред, и меня скоро забанят. Ребят, вы два месяца назад точно так же во все горло с красным лицом кричали, что меня забанят за накрутку ботов, что меня забанят за то, что я там что-то сказал на пермач, меня забанят. Вы кричали все с красными лицами, он получит пермач, он получит перманентный бан. Где? Где? Вот это и отличает вас от меня. Я мужчина. Если я что-то сказал, значит я все сделаю, чтобы ответить за свои слова. А если вы что-то сказали, то вам поебать, потому что вы своим языком сотрясаете воздух. Вы не отвечаете за свои слова и не ручаетесь за них. В этом наша с вами разница, и она колоссальная. Поэтому вы не можете меня прогнать с Твича, даже огромной толпой. Собравшись 20 человек на меня одного, вы не можете мне ничего сделать. Вы пытаетесь убедить моего зрителя, что мой зритель какой-то не такой, что он тупой, что смотрит меня. Воскорбляйте меня, мою родню, моего зрителя. Вы постоянно делаете какие-то посты, пытаетесь надавить на больные для меня темы. А вы знаете, что для меня онлайн на стриме, типа это больная тема. И как только у меня типа онлайн подупал, вы давите на больную тему. Типа смотрите, уникоглай упал онлайн. Вы делаете все, чтобы прогнать меня с Твича, но вам даже такой огромной толпой не хватает сил. А разница лишь в том, что я мужчина, который в ответе за свои слова, а вы девочки, которые просто сотрясаете воздух своим языком. Как только вы начнете за свои слова отвечать, тогда вы будете сильными и достойными мужчинами. Вот и вся разница. Прислушайтесь к моему совету. Вот, объяснил очередной раз дурачкам, просто устал уже от них. Вот. И я особо много про вчерашнюю ситуацию с Вовой и Сережей говорить не хочу. Сейчас посмотрю, что мне Вова ответил про видео. Продолжение следует...